Если взять, допустим, тему благочестия в деятельности и удачи, то я вам сейчас буду как бы вот об этом говорить именно. Смотрите, то есть первое, что надо знать, если человек всё-таки вектор правильный выбрал в жизни, неважно, чем он сейчас занимается, неважно, какие клиенты, не имеет ничего никакого значения, он выбрал правильный вектор. Вот у него такой старт, а дальше правильный вектор. Что этот вектор ему даёт? Я сейчас объясню. Первое. Он даёт ему спасение от беспредела. То есть если его будут гасить, то им слишком много понадобится сил, чтобы загасить человека, который Богу угоден. Он живёт для него. Это первое. Второе. Этот правильный вектор вам даст правильных людей. То есть самые лучшие люди, самые верные, самые глубокие, чистые, светлые, которые приносят счастье человеку, прилепятся к вам, если вы поймёте правильным путём, а все остальные отвалятся. Это тоже вы получите как награду от Бога. Следующее, что вы получите, вы получите знания, как эти добрые дела делать в той ситуации, в которой вы живёте. Это знание придёт через этот вектор. Вы сразу не сможете так делать. Но если человек практичный, вот, допустим, он делает магазин, который даёт просто деньги. И продаёт он всё, что может там продавать, допустим. Это называется практичный подход. А потом он из этого магазина делает то, что он хочет. Вот это правильный подход к жизни, понимаете? Если же он сразу хочет правильный магазин сделать, то есть вероятность, что у него ничего не получится. Потому что никто не будет покупать. Я приведу пример. У меня есть один знакомый, он слушает мои лекции, он крупный бизнесмен. У него свой завод мороженого. И он со мной как бы разговаривает. Он говорит, Олег Геннадьевич, смотрите, интересный момент. Понимаете, я вам не буду рассказывать, говорит, из чего делать мороженое сейчас современное. Ну, чтобы вы не расстраивались, потому что вы говорите, надо есть молочные продукты. Вот. Я просто вам сейчас расскажу про мороженое. Вот. Я решил на своём заводе, потому что я слушаю ваши лекции, сделать одно доброе дело. И я сделал, говорит, натуральное, настоящее мороженое. Вот настоящее мороженое, понимаете, из чистого молока. Ну, и посчитал рентабельность, естественно, всё. Заложил это всё. И как бы по магазинам разбросал. И там написал, ребята, натуральное, понимаете, натуральное мороженое. Ну, и цена, соответственно, натуральная. Ну, то есть, понятно, что ребята некоторые покупали, а потом их начали покупать, как бы это мороженое. Но, понимаете, это, ну, количество продаж вот натурального мороженого по той цене, которую оно стоит, было смешным. А количество пластилинового мороженого, которое он до этого продавал, оно всё продолжало нарастать. Понимаете? И тогда он взял вот это натуральное мороженое и просто, ну, начал, он, и он понял, чтобы продавать благостные натуральные продукты, нужно, а для этого ещё кучу воспитательной работы проделать с населением. И ещё люди, чтобы это поняли, что это вообще натуральное мороженое, потому что, может быть, это обман. И столько всего надо сделать, и это он понял, объём работы вообще, чтобы делать добрые дела. И он начал продавать это натуральное мороженое на снял по элитным ресторанам. Он разослал по элитным ресторанам, и он им очень понравилось, потому что это натуральное мороженое. Если человек хочет мороженое, ему показывают, вот оно, попробуй, как это выглядит там и как это здесь. Ну, то есть, настоящее мороженое хочешь попробовать, поешь. И ему, как бы, дают настоящее мороженое. Вот, и эта марка, как бы, она стала известной. результате ну люди как бы знают что и что это после этого уже дальше дальше вот такие шаги понимаете то есть я просто вам привел пример ну хотите делать добрые дела делать чистые экологические продукты хотите экологическую одежду делать хотите лекарства делать настоящий делайте но знаете что это очень долгий и тяжелый путь и вам придется начать с того на чем вы будете вы живать эти вот это практически как бы подход к решению вопрос ну то есть сама вот смотрите опять зачем это надо само по себе делать добрые дела это супер жизнь какой результат результат самые лучшие люди с вами огромная сила удачи ваших руках потому что и и также и старшие вас поймут со временем вы будете иметь защиту также серьезную потому что это чувствуется что вы человек правильный и люди хорошие добрые будут вас защищать однозначно возможности возрастать чем больше благочестием больше добрых дел человек делает жизни тем становится могущественнее проницательнее влиятельнее он становится сильнее и возможности делать дела у него возрастают день это дня если человек делает греховный бизнес даже несмотря на свое благочестие с прошлого он его сжигает и приходит время он теряет и мозги и развитости семью